Здравствуйте дорогие друзья! Канал Делай Профессионально! Сегодня у нас 23 октября и у нас начался сезон продажи перца. Параллельно с продажей перца началось и у нас отопление теплиц с перцем. А вернее сказать, это не столько отопление, сколько спасаем от мороза. И в этом видео я хотел рассказать, какими дровами я спасаю от мороза. И очень важно правильно подобрать дрова, особенно в это время, когда они не дешевые. И чтобы максимально получить эффект. Значит у меня за спиной отходы с завода Барлинет. Такие дубовые рейки. Значит топлю я теплицы с помощью вот таких вот рейек. Как видите, они уже сухие, это очень хорошо. Режу я их на таком козле, примерно по 30-50 см, как получается. И ними я делаю растопки. После того, как наши дрова быстренько загораются и дают хороший жар, я подкидаю толстые дрова метровки, которые я порезал тоже по 50 см. Сейчас покажу. Так, вот наши метровочки. Успешно я их порезал только что. И поколол на такие небольшие пенечки. Я думаю видно. Благодаря тому, что двери у меня в буржуйке 40 на 40 см, я могу вот такие вот толстые пенечки сюда засовывать. Значит рейками я делаю распалку, как вы видели в прошлых видео. И дальше на жар я уже ставлю вот такие вот пенечки и их тоже обкладываю, получается, вот этими дубовыми рейками. Если топить только рейками, хороший эффект, хорошее тепло дают, но очень быстро они перегорают. И надо 4 буржуйки, допустим у меня это 25 соток. Надо бегать, если допустим минус 1 и минус 2, без подушки теплица, надо активно бегать и закидывать дрова. Поэтому, друзья, вот такой вот небольшой совет вам. Еще один маленький совет, это то, что максимально дрова должны быть сухие. Когда я первый раз услышал о том, что нужно сушить дрова и так далее, думаю, знаете как, особого внимания я к этому не определил. И что я увидел? Два года назад я покупал дрова и они у меня там всеновали, завалялись примерно там, может, полскладометра. И вот пришло время их оттуда забрать. И что я вам скажу, когда я топлю вот такими дровами, которые уже примерно 2 года полежали в дровнике, высохли, они просто дают, я бы сказал, в 2 раза больше эффект, чем сырее дрова. Вот такая вот правда. Поэтому, если есть возможность, нужно искать возможность запасаться дровами, если вы планируете топить там зимой, особенно если это цветы или ранее рассада перца, томатов, то эффект от сухих дровов, извините, будет, конечно, колоссальный. Поэтому возьмите себе это на вооружение. Сегодня у нас прекрасная погода, но сегодня последний тёплый день по синоптику. Кстати, он врёт. Я посмотрю только по госту. У нас идёт следующая неделя. Мы раз понедельника минус 1, минус 2. Поэтому будет весело. Почему весело? Потому что сегодня ночью я должен ехать на ярмарку и утром приморозок. Это значит, что кто-то должен топить теплиц. Я эту проблему решил, но с вами делюсь тем, что есть такие экстренные моменты, которые нужно учитывать. Например, весь урожай ты должен оставить на кого-то под его ответственность на это утро. Потому что если не протопить, минус 1 или 0 в селе, я ещё живу возле поля, то весь урожай или часть урожая сильно может примерзнуть. Поэтому, друзья, вот такие вот важные моменты. Значит, дальше я планирую для котла на дровах попробовать ещё уголь небольших размеров, купить пару мешков, просто попробовать, как он себе покажет. Но пока что я определился, что самые лучшие горят, это, конечно, дубовые дрова или граб. Но граб, который высох, или дуб, который вот так вот просох где-то под накрытием. У меня также были дрова сложены не под накрытием. Я думал, что тоже они высохнут. Но для меня было большим открытием, что дрова дышат, и они высохли, но пошли дожди, и они тоже частично пропитываются влагой, и, скажем так, результат не очень. Поэтому дровник должен быть, хочешь не хочешь, и наперёд максимально запасаться дровами. Ну, в общем так, у меня дом тоже отапливается как и газом, так и дровами, но в связи с тем, что газ у нас будет всё дешевле и дешевле, то будем переходить на дрова или уголь, или будем искать другие, скажем так, выходы с этой ситуации, потому что у меня котёл перелезный, и в прошлом году я много топил корой, сырой корой, да, вот такой мокрой. Немного дымело, но смолы не давало, так как котёл очень толковый. И некоторые моменты там грамотно сделаны, что нету залипания смолы и так далее. Но это уже в другом видео расскажу. А в этом видео, друзья, я вам обратил ваше внимание на то, что важно иметь в запасе максимально много дров, сухих дров. И если вы хотите быстро растопить в теплицах и дать хорошую температуру, то нужно тонкие рейки, такие 4 сантиметра, 5 сантиметров шириной и 3-4 толщиной, то есть такие брусочки, их накидали, они дают классный жар, и дальше уже можно топить вот такими вот пенёчками, чурочками, как у нас говорят, и будет результат суперровый. Ну вот так вот. Если топить вот такими дровами, только и сырями, то хорошего у нас не будет результата и под плёнкой, если одна плёнка, наши перцы подмёрзнут. И последний такой совет, который мне пришёл только что, что, конечно же, у меня одна плёнка, и я увидел, что если будет вторая плёнка, будет топить намного легче. Я думаю, что в 2 раза легче. Чем сейчас. Ну, это уже как у кого получается по финансам, но на будущее, знаете, если у вас теплица, ну, всё получается, всё у вас окей, выращиваете рассаду или там уже овощи, обязательно думайте про вторую плёнку, результат будет, конечно, отличный. Она идёт не такая толстая, не такая дорогая, и она идёт намного дешевле, чем основная плёнка. И, в принципе, поможет, как говорят те, у кого она уже есть, что поможет начать раньше урожай и закончить позже. Это тоже, скажем так, очень большой бонус. Хорошо. Если контент полезен, подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся. Пока.